Всем приветики! Купила такие часы, электронные настенные, но не себе, а можно сказать в подарок. И, кстати, тяжело было найти у нас в городе часы именно электронные настенные. В основном настенные механические, а электронные настольные. И выбор, получается, был между этими часами и другими. Ну, я купил эти. Хотя другие были подороже, покачественнее, но я решил, что возьму эти. В итоге... Ну, я посмотрел, они есть на Алиэкспрессе. Я купил их за 109 наших белорусских рублей. А на Алиэкспрессе они стоят нашими 80 плюс доставка 10-90. В итоге 20 рублей я переплатил. И там они получаются более крутые, чем эти. Такая вот упаковочка. Вот, модельн чайна. Здесь функции, время, будильник, яркость и... Ну, на самом деле эти часы не очень. Ну, и цвет их белый. Сразу говорю, я их уже распаковывал. Их в магазине распаковывали, чтобы проверить, что они работают. И я их распаковывал, чтобы разобраться и сразу сделать обзор, а не только распаковку. Вот, коробочка такая, там внутри больше ничего нет. Ну, а здесь получается такая пупырка. А в пупырке лежат часы. Сами часы. Вот такие. Вот они часы. Подставка для них. Их можно использовать, как и настольные. Потом кабель. Без кабеля они... Ну, они от сети работают. И инструкция. Не получается это как бы такая подделка. Потому что... Ну, в Китае вообще-то есть два варианта. Такой и другой. Кстати, такой вариант, я посмотрел, в Китае даже дороже стоит. То есть, здесь просто цифры горят. Изначально кажется, что и это должно гореть. И в Китае реально есть такой вариант, когда здесь горят часы, минуты, а секунды здесь так идут. Они светятся, получается, здесь. И в Китае там есть такие часы, которые здесь типа секунды идут. И тоже секунды... Каждая секунда заполняется светом таким. Когда заполнилось, гаснет и заново начинает. Ну, гаснет, перещёлкивается минута. И дальше идут секунды, заполняются. Заполнили круг. Перещёлкнулась минута, и они погасли. Ну, и круг погас. И заново заполняется светом. Заполнился. Цифра перещёлкнулась. Погасла и дальше. Ну, круто. И там такие стоят вот 90 рублей, если белорусскими. А вот такие, где... Где просто вот это светится. Это всё просто, получается, неактивная часть. А вот только это светится. И такие там даже дороже стоят. Нашими, наверное, рублей сто даже выходит. Ну, 90 без доставки. И ещё доставка сколько-то там. Короче, такие... Короче, не очень часы. Я изначально подумал, что они светятся. Но просто выбора-то особо и нет. Это у нас пришлось купить, чтобы не ждать долго из Китая. Так и так вот они выглядят. Получается, это бесполезная штука, по идее. Если бы она светилась, это реально было бы полезно. Но она не светится, и она бесполезная получается. Ну, а здесь цифры горят. Часы, минуты. Здесь отображается время. Если 12-часовой формат, что AM. Если AM, то ничего не горит. Если PM, то вот это горит будильник. Здесь две точечки, секундочки, отображающие. А здесь, когда переключается на температуру, здесь точечка загорается. Вот сзади. Получается, вот так они выглядят. Так, у нас тут номер. Все, на батарейку вставляется. Я уже ковырял. Я вставал, смотрел минуту, часы и мод. Ну и все. Еще там динамичек есть. Вон дырочка для динамичка. А это не знаю, для чего. Для проветривания, может. И батарейка, получается, нужна как резервная. Вот вы просто открываете. Поворачиваете в эту сторону, влево, чтобы открыть. А я сначала вправо поворачивал, поэтому помел. И там такая батареечка, вот она. Убираете пленочку, вставляете. Но от батарейки она не работает. Батарейка нужна для того, чтобы, если когда у вас пропадет питание, чтобы часы не сбросились. И когда питание появится, часы продолжат идти. Ну, то есть, чтобы настройки не сбросились. То есть, батарейка просто для сохранения настроек. Она, в принципе, пальцем открывается. Просто влево нужно крутить. А я сначала не знал об этом. И крутил вправо. И попортил корпус. Ну, типа я вправо ковырял и поломал. Вот. А нужно было влево. И тогда все нормально было бы. Вот. Когда вы убрали пленочку, все, батарейка уже там стоит. И настройки запоминаются как бы. Ну, а дальше вы берете и подключаете кабель. Вот он, кстати, кабель. Такой вот кабель. По-моему, 1,35 размер его. В миллиметрах. И выход на USB-шку. Здесь, кстати, провод порвался, когда я шевелил. В прошлый раз. С развору целый был. И здесь вот есть вход под провод. Под кабель. Вставляете его сюда. Улаживаете. Он даже пишет. DC5V 1А. И здесь вот выход есть под провод. Я так понимаю, даже можно его таким вот образом вывести вбок. Чтобы она к стене прижалась, по идее. Вот. И кабель, чтобы аккуратненько выходил сбоку. Вот. Есть подставочка. Подставочка таким вот образом вставится, что... Вот здесь есть ямочка такая. И в эту ямочку вот эта штучка вставляется. И вы вот так вот одеваете. Вот. Чтобы она встала в эту ямочку. Таким вот образом. Если оно не попадет, то у вас получается... Оно вот до конца не дойдет, будет зазорчик. А когда в ямочку попадает, зазорчика нет. И в принципе они могут быть как настольные. Так вот стоять. Но мне нужно как настольные. Вот здесь под гвоздик есть. Такое отверстие. Ну и в принципе еще есть инструкция. В двух вариантах. Китайский. Где ничего не понятно. И английский. Где тоже особо не сильно-то и понятно. Но я все это перевел. Как бы. И в принципе разобрался минут за 20. Могу сейчас все эти функции в принципе показать. Вот она вся инструкция. На английском. Жалко русского нету. Там было бы намного проще. Вот. Короче. Ну и дальше включаем часы. Ну а дальше выставляете USB-шку. В зарядник. Правда у нас какая вся. Не очень. Ну а после того зарядник вставляете в розетку. У вас часы включаются. И показывается время. Дальше вы получаете. У вас есть. Три кнопки. Сзади. Первая кнопка. Это. Минута, дата, часы, месяц, режим, год. И получается вот нажимая на минуту. Это яркость. Я же на минуту нажимаю. На минуту. Так. Вот вы нажимаете на минуту. Ой. Не на минуту жму. На часы жил. На минуту. ЛСЛ пишет. Л01. Сейчас пишет. Л01. Это режим максимальной яркости. Л02. Режим средней яркости. Л03. Режим минимальной яркости. Потом выключено вообще. И ЛСЛ. Это автоматический режим. В автоматическом режиме. Оно с 7 утра до 18. Работает на максимальной яркости. А с 18 до 7 утра на минимальной. Вторая кнопка. Хоур. Это режим. Режим отображения. Получается. ДП1. Это значит, что у вас. Будет отображаться время. 15 секунд. А потом переключаться будет. Вот на дату. И на температуру. И обратно. Переключаться на время. То есть оно. Отображает время 15 секунд. Потом на 2 секунды отображает дату. На 2 секунды отображает температуру. И возвращается. Обратно. На время. Вот таким вот образом. Это у нас ДП1. ДП2. Это оно будет отображать тот режим, который вы выбрали. То есть если вот у вас выбрано время. Оно всегда будет отображать время. Если будет выбрана температура. Оно всегда будет отображать температуру. или если выбрана дата то всегда будет отображать дату DP3 вот это самый лучший режим оно всегда будет отображать время если вы переключите на какой-то другой режим оно в нем побудет 15 секунд и обратно вернется на время то есть оно всегда будет возвращаться к времени ну и кнопка мод последняя вот эта вот крайняя переключает режимы предыдущая кнопка переключала отображение, чтобы отображать то есть первая кнопка вот эта яркость, вторая отображение и третья режима ну и настройка, она же настройка нажимаем ее один раз переходим на дату получается это месяц, это число это у нас будильник это температура и обратно возвращаемся на часы получается у нас что если мы так если мы в режиме температуры нажмем на кнопку мин или хоур мы переключимся на фаренгейт а если еще раз нажмем то переключимся на цельсию вот если перейдем на будильник и нажмем мин или хоур он включится еще раз нажмем выключиться вот он будильничек включается и выключается дальше и все это что связано с переключением настройка нажимаем кнопку мод и удерживаем показывает режим отображения часов в 12-часовой формат соответственно когда 12 часов будет после обеда будет гореть PM а когда до обеда ничего не будет гореть нажимаем мин или хоур и переходим в 24-часовой формат нажимаем мод и настраиваем получается время хоур настраивает часы а мин минуты причем мы можем настраивать только вверх то есть если нам нужно поставить если например мы перещёлкнули то нужно заново то есть допустим вот час тридцать сейчас примерно час сорок где-то дальше год 2018 кнопкой мин уменьшаем кнопкой хоур увеличиваем а дальше дата получается вот это кнопкой мин настраиваем число сегодня у нас 23-е удерживаем оно быстро прокручивается кнопкой хоур настраиваем месяц то есть сегодня третий месяц 23-е число ну и все вот оно наше время час 35 и если переключаемся это у нас третий месяц 23-е число правда видно так плохо вообще на белом белое это у нас будильник это у нас температура 36 градусов и оно кстати когда переключается на температуру здесь точка загорается показывая что это ну цель сети по градус типа это градус цельсия ну и все а это у нас ну как бы время если нужно настроить будильник мы переключаемся на будильник вот он кнопкой мод и удерживаем кнопку мод его денег начинает мигать и мы уже тоже кнопкой часы настраиваем часы а кнопкой минуты настраиваем минуты потом нажимаем мод и оно сохраняет ну и в итоге вот так вот оно работает довольно-таки просто хотя вот как выключил освещение уже получше стало с освещением реально плохо было видно то есть если вот включить освещение как-то оно не очень видно а если выключить то так уже виднее сразу сразу оно ну как соответственно тут можно яркость яркость изменить опять-таки напомню мин меняет яркость hover меняет режим отображения mode это переключение режимов и настройка и вот мы нажимаем яркость это у нас максимальная яркость средняя минимальная выключена и SL автоматическая лучше всего конечно видно в максимальной яркости средней похуже и в минимальной вообще плохо можно вообще выключить тогда зачем нужны вообще часы ну и автоматическая когда она сама будет дальше режимы этот режим показывает время переключаясь на дату и температуру периодически этот режим показывает тот режим который вы выбрали а этот режим всегда показывает время и не важно что выберете он всегда вернется на время мод вот это у нас месяц дата это будильник здесь же мы удерживаем мод и переходим в его настройку это температура все а если нажимаем удерживаем мод то переходим в настройку 24 часовой режим потом само время год месяц и дата все вот такая вот настройка часов то есть с настройкой ничего сложного вообще все легко но плохо что эти часы не работают от батарейки батарейка нужна только лишь для сохранения настроек то есть если вот час 39 мы выдергиваем из сети оно гаснет если бы там не было батарейки то сейчас когда мы мы вставили бы в сеть настройки бы избились и пришлось бы настраивать заново но так как там стоит батарейка по идее оно должно сохранить вот оно время помнит то есть батарейка нужна только для того чтобы сохранить ваши настройки чтобы если пропадет питание часы не сбросились и да там будильники там все подряд а чтобы все сохранилось и когда снова появится питание чтобы все продолжило работать то есть батарейка просто для сохранения настроек но не отображение потому что я так понимаю отображение свет этот много тянет то есть они работают только от сети от батарейки они не работают это конечно же минус хотя я думаю с таким освещением оно бы сильно батарею бы разряжало наверное каждый месяц пришлось бы менять вот и плюс то что они как бы ну немножко поддельные потому что в оригинале вот этот круг придуман для того чтобы освещаться то есть здесь показывает час здесь минуту а секунды идут вот здесь типа одна две три они так загораются реально там постепенно этот кружок он загорается когда он загорелся полностью заполнился секундами здесь становится 42 и ну естественно все гаснет и заново начинает заполняться вот это вот оригинальные часы ну не оригинальные а типа вот такими они должны быть в Китае есть такие я видел там получается вот это заполняется перещелкивается минута опять идут секунды заполняются для того здесь и нужны ноль секунд пять десять пятнадцать в общем для того здесь и нужны цифры для того чтобы здесь вот секунды загорались а здесь а здесь это просто для красоты оно не загорается получается вот оно даже видно здесь вот выемки и в них вон там свет горит а здесь выемок нету это просто здесь наоборот там в пуклости а здесь наоборот в выпуклости то есть здесь нету здесь нету света это просто муляж и вот это вот плохо было бы круто чтобы оно реально так заполнялась. Это было бы красиво, чтобы секунды шли. А здесь их нету. То есть это просто подделка. Это плохо. Хотя на Алиэкспрессе подделка вот такая стоит даже дороже, чем оригинал, где есть свет вот этот с секундами. Но, как я уже говорил, у нас выбора особо нету. Были из всех магазинов, которые я объездил, а я 4 часа ездил по магазинам разным. И только вдвух нашлись электронные настенные часы. А, ну, те, которые я не купил, и эти. Все, выбора нету. Либо те, либо эти. Те были, конечно, крутые, типа, большие, качественные. Но эти более такие, как компактные, что ли. Потому что те вообще были огромные такие. Ну, и там информации больше, конечно. Вот. Так что такие вот чатики. Вот здесь крепление на стену. Провод сюда подключается, сбоку выходит. Кнопочками все один раз настроил, в принципе, и повесил на стену. Все, они работают. Такие вот часики. Вот. Кстати, в реале они смотрятся поярче, чем на камере. То есть, я не знаю, вот передаст ли она. То есть, они довольно-таки ярко смотрятся. Вот это максимальная яркость. Вот это средняя. Вот это минимальная. Выключена. Автоматическая. Максимальная. Ну, и еще, как бы, типа, они не стоят столько. Ну, типа, та цена, которую за них просят, если... Ну, сподсвет, когда заполняется все вот это, да, согласен, возможно, они столько стоят. Но когда, получается, из часов здесь просто вот это все муляж, а часы, вот они просто, ну, типа, вот они. Все. То явно они должны стоить намного дешевле. Ну, получается, ты за них очень круто переплачиваешь. Я считаю, что реальная цена за них должна быть намного меньше. Как минимум, в половину. Так что, как-то, ну, чувствуешь, что тебя немножко обманули. Ну, такое ощущение есть, как бы. Ну, а на этом все. Всем пока, давай. Субтитры сделал DimaTorzok